Секреты фермерского успеха, перспективы развития аграрного сектора Казахстана в программе «Жер-Ана» на Радио Астана. Виталий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие наиболее интересные маршруты или запросы туристов, приезжающих в Казахстан? Которые странным образом на территории постсоветского пространства пытаются уничтожить, ну, всеми силами. А иностранцы, у нас много есть знакомых, которые у себя дома там создали целые музеи. То есть там маленькие музеечки, и эти люди, они любители историки вот этого периода, который постепенно-постепенно, он сейчас исчезнет, и все, и ничего не останется. Потому что, ну, вот сложно найти период в истории, к которому так много человеческой ненависти сосредоточено, чтобы его стирать всеми возможными способами. Да, тем не менее, периоды, которые могут быть трагичные, могут быть просто интересные, они в Казахстане присутствуют в очень концентрированном виде. Допустим, тема лагерей сталинских, учитывая то, что узниками сталинских лагерей была куча иностранцев, которые вот теперь приезжают и все это хотят посмотреть. Тема военная, Семипалатинский полигон, Сарашаганский полигон, причем Семипалатинский полигон, у нас бывают группы, которые приезжают. Они, ну, допустим, физики-ядерщики из США, которые этим дядям уже там по 60-70 лет, но они когда-то на это смотрели через спутниковые снимки. Они понимали, что в них оттуда вам может жахнуть, а теперь они могут приехать и посмотреть, как это вообще выглядит. У нас даже была такая одна странная пара, они в Медовый месяц поехали на Семипалатинский полигон. На самом деле, это место совершенно безопасное. Это были то ли британцы, то ли новозеландцы. Ну, вот британцы, они вообще самые такие затейливые туристы. И, ну, понятное дело, есть космическая тема, это Байконур. То есть, если бы у нас условия по посещению Байконура были более либеральными, ну, вот я просто знаю, как попасть на Мисканаверал. То есть, там не надо 40 дней ждать разрешения, а 40 это еще, кстати, немного. И не надо платить за обязательное там проживание в какой-то обязательной гостинице, обязательному туроператору. То есть, на Байконуре все довольно сложно, там определенный список туроператоров, графики, запусков. То есть, в Штатах ты просто едешь, о, а давайте поедем. Заехал, купил билет и все. То есть, никто не будет тебя направлять там на проверку в ЦРУ и ФБР, а вдруг ты какой-то шпион. Экокультурное и природное. То есть, кому-то интересно, вот у нас сейчас прям группа находится в Казаларае, они до этого были в Алматинской области. Их, допустим, интересует кулинарное искусство казахское. То есть, они прям специально, там они будут готовить куэрдак, там они будут готовить башпармак. То есть, вся программа расписана на эту тему. Очень много тех, кто приезжает ради того, чтобы сфотографировать или даже увидеть просто каких-то животных. При том, что Казахстан это не такая уж простая страна в данном смысле. Допустим, если ты едешь куда-нибудь в Кению или едешь в Непал, у тебя есть стопроцентная вероятность, невероятность, а у тебя стопроцентная уверенность в том, что ты сфотографируешь там тигра, ты сфотографируешь там какой-нибудь крокодила, ты сфотографируешь там какой-нибудь антилоп. Казахстан в этом смысле это такая лотерея И даже несмотря на то, что это лотерея К нам обращаются люди, которые хотят, чтобы мы устроили там фото сафари на Сайгу Или они там поедут фотографировать каких-нибудь птичек в Кургалжинский заповедник Или куда-то в горные районы Тиньшаня Есть вот, допустим, менее затратный, менее сложный тур Это пофотографировать тюльпаны Я, честно говоря, когда мне первый раз сказали фотографировать тюльпаны Думаю, ну что там интересно А потом мы поехали в Кургалжин И я, наверное, полдня лазил вот на карачках с фотоаппаратом По полю и фотографировал тюльпаны В общем-то, здесь у нас тюльпаны Ширенко Это довольно распространенная такая разновидность Причем это вот буквально одна неделя, ну максимум 10 дней в начале мая И ты никогда не знаешь, где, в каком конкретном месте это будет И когда точно это начнется Чуть-чуть раньше, ради этого, в Южном Казахстане, в Юго-Восточном Казахстане Там всякие Грейга, Кауфмана, Колпаковского Потом там есть Маковые поля То есть тоже люди выезжают и просто могут там целыми днями лазить И цветочки фотографировать Кто-то на бабочек приезжает именно там сфотографировать, увидеть Birdwatching по поводу различных птиц Причем размеры птицы никак не корреспондируют с ее важностью Потому что для меня вот там, ну, орел красивый, интересный И говорят, не, орел для всех Вот ты найди какую-нибудь маленькую там птичку Которую еле-еле ты можешь разглядеть в бинок Вот это уже круто Потом есть очень много туристов, которые приезжают ради чего-то активного То есть понятное дело, что лазить там за кем-то с фотоаппаратом И фотографировать это тоже активно Но есть такие, для которых, допустим, тот же самый горный поход Это является самоцелью Такие, в общем-то, и трекинги по Тиншаню И по массивам в Центральном Казахстане Это тоже довольно популярная штука Но обычно она совмещается То есть тур, он такой типовой Он состоит обычно из нескольких частей То есть в нем есть расслабляющая часть деревни Где этнокультурная Посмотреть, как готовят, как ходят То есть никто ничего специально не устраивает Я вообще против того, чтобы устраивать там какие-нибудь кумыс-шоу Нет, не надо никаких шоу Просто делайте то, что вы делаете Люди обычно оценивают именно то, что натурально, аутентично У нас даже был один исследователь Преподавал в Кимэпе много лет Сам француз И вот он на примере двух деревень Одна деревня в Новой Зеландии находится Он просто для Оклендского университета там защищал свою докторскую А вторую он взял Шабанбайби в Казаларае И вот он куча всяких опросов, анкет наших туристов, тамошних туристов И он, в общем-то, доказал то же, что мы, в принципе, знали изначально По поводу того, что вот все неаутентичные туристические объекты Они привлекают намного меньше внимания Потому что турист сегодняшний Особенно тот, который путешествует по таким необычным направлениям Вроде Казахстана Потому что Казахстан это необычное направление для туризма Для этой разновидности туриста Аутентичность, натуральность, она является, ну, практически решающей Потому что если сказать, о, сейчас нам местные там устроят какое-нибудь шоу Они скажут, типа, для туристов специально, что ли, делают? Мы говорим, ну, вообще-то они делают это и просто так Ну, сейчас, ну, то есть, уже получается как-то не очень Вот поэтому такое мы стараемся не практиковать и никому не советуем Потому что, как бы, у нас деятельность Ташири Мы не только обслуживаем, мы и придумываем все это И консалтингом занимаемся в данной сфере И я никому никогда не советовал создавать нечто такое очень неаутентичное То есть, аул, в котором живут за деньги, это, как бы, не очень правильно То есть, местные жители Этого не нужно создавать, потому что эти деревни есть Человек приезжает, он живет, смотрит, как корову подоили Там, как мясо разделали, как, там, тесто сделали То есть, для него вот это, это очень важно Мы всегда убеждаем местных жителей Местные жители, да, они всегда так Ну, как же, у нас же туалет на улице, ну, то да сё Мы говорим, ну, в самом деле, вот, уж для кого, для кого А для иностранца туалет на улице, это вообще не проблема Это приключение, это что-то интересное То есть, понятное дело, что, когда условия улучшаются, никто не будет против этого возражать Потому что у нас, вот, что в Шабанбайби, что вот я сейчас думаю в Курмитах Потихоньку условия улучшаются То есть, люди там, ну, воду провели, там, кто-то сделал ванну Кто-то душевые кабины, кто-то туалеты в дом завел То есть, понятное дело, что ситуация в целом по стране, как бы, чуть-чуть-чуть, как бы, растет, благосостояние Но, чтобы это было каким-то моментом, ради которого ты едешь или не едешь, такого никогда не было Это для, вот, я в большей мере думаю, что развитие вот такой инфраструктуры, сантехнической Оно больше будет влиять на популярность этих экосайтов среди местных туристов, среди казахстанских Потому что казахстанцы, это люди, которые еще не наелись комфорта, и они хотят пока что кушать его Для них не является приключением поход в сельский, в деревенский туалет, типа, скворечник ночью, иногда даже в холод В то же время для иностранцев это, как бы, не проблема, они довольно подготовленные И тут, я бы еще сказал, есть такой очень важный момент У нас очень большой отрыв между тем, что какой Казахстан пытаются показать, и тем, каким он является Нет ничего хуже вообще и страшнее обманутых ожиданий, потому что у нас очень много запросов, когда нам пишут и говорят Вот, мы хотим, там, посмотреть на охоту, там, сберку, там, мы хотим пожить в юрте, вот, как, мы хотим покататься на лошадях А потом выясняется, потому что, ну, вот, кто сейчас из казахов живет в юртах? Никто Для этого есть совершенно небольшое количество мест, это вот, либо какие-то отдаленные зимовки, либо это джайляу, вроде Асы, Торжайляу, Донжайляу Вот такие места, куда специально теперь можно возить туристов, потому что, ну, вот, это такие осколки старой системы еще Найти, в самом деле, беркучи, днем с огнем Мы обслуживали нидерландскую компанию, не помню, как она называлась, телевизионную Они снимали по центральному Казахстану передачу Так вот, мы, честно говоря, устали искать человека, который может показать охоту с беркутом То есть, да, в конце концов, мы нашли, но это был такой квест, что, ну, то есть, оно не должно быть так Если мы рекламируем, что у нас, как всегда показывают, вот, тут девушка такая, на лошади скачет Тут юрты стоят, степь, горы, все красиво Ну, понятное дело, еще иногда там какой-нибудь там Lexus въедет в кадр, чтобы показать, что мы не совсем такие вот, как бы, отсталые Люди и начинают вот это самое хотеть А по факту, ну, покажи-то им, какая настоящая деревня Ну, да, надо показывать, что мы не Монголия У нас все уже давным-давно перебрались в дома Юрты используются для свадеб, для гостей и иногда для каких-то там мероприятий выездных Вот, но так, чтобы говорить, что мы по-прежнему в них живем Ну, это подлое вранье, и иногда это создание такого имиджа, оно только хуже Потому что, ну, как бы, не совсем все так Также и показывать, в общем-то, живую природу, как будто бы она очень такая доступная Это тоже не очень логично Потому что, если мы будем показывать снежных барсов А вот сфотографировать снежного барса, ну, это та еще сложнейшая задача Да, это возможно сделать Но это не настолько просто, как если бы какие-то фотосафари, к которым привыкли иностранные туристы Настоящая культура, нетронутая природа Что-то такое настоящее и неизмененное Я помню, как-то фразу такую услышал Я никогда ее на русском языке не знал А тут увидел, то ли на английском, то ли на немецком Невыпрямленные реки То есть, это реки, у которых еще их не забили в бетон Немцы восхищаются, что у нас остались невыпрямленные реки А мы думаем, как-то вот все, оно так смотрится, надо бы его как-то облагородить У нас такие ситуации по поводу того, что да, надо бы облагородить Надо бы показать лучшее, чем оно есть Они периодически случаются, и это иногда не очень хорошо Часто исследователи выделяют такие проблемы внутреннего туризма в Казахстане Как неразвитая инфраструктура, недостаток инвестиций и так далее Ну, а как считаете вы? Проблема есть, она не в инфраструктуре Ну, максимум в дорогах Дороги и туалеты на них Вот, наверное, это единственное Причем дороги даже не везде То есть, дороги, да, это, так сказать, жилы, это кровеносные сосуды вообще Но инфраструктура, ну, вот я вам скажу, что у нас всегда говорят, что у нас очень мало 4-5-звездочных гостиниц Ну, так туристы не останавливаются в 4-5-звездочных гостиницах У них останавливаются те, кто ездит за просто так, за чужой счет Ни один нормальный турист не будет останавливаться по тем ценам, которые у нас есть И которые вообще в мире существуют на подобную звездочность А в то же время, да, у нас есть большой дефицит гостиниц, которые были бы дешевыми и в то же время нормальными То есть, у нас почему-то считается, если дешево, значит, должно быть плохо Если дорого, то это не факт еще, что будет хорошо, но вероятно, все-таки какая-то довольно небольшая есть. Наиболее сложная проблема – это наши административные процедуры. Во-первых, визовый режим, который у нас все отменяется, сделали вот эту полумеру по поводу 15 дней. Ну, знаете, что самое интересное, то, что мы вот этими 15 днями поддерживаем киргизов. Получилось именно так. То есть люди прилетают в Казахстан 15 дней. Допустим, то, что сюда летит дорого, ну ладно, летят. Прилетел тот человек 15 дней, он здесь пробыл. Что за 15 дней можно увидеть в Казахстане, если ты хочешь его посмотреть? Ничего, учитывая то, что на дорогу туда уходит день, на дорогу туда уходит день. Вот расстояние огромное. Человек думает, ну что бы сделать? Ну, логичный шаг, как вот многие знают, что в Таиланд там можно на 15 дней прилететь, тут же выехать в Малайзию и обратно вернется. Делают так же. Самый простой вариант из Алматы – уехать в Бишкек и на следующий день вернуться обратно. Ну, так как человек попадает уже в Кыргызстан, он думает, ну ладно, потусуешь здесь пару дней, посмотрим, что это такое. Он там, значит, несколько дней находится, понимает. А он как бы не разбирается в там казахи, киргизы, узбеки, там монголы. Для него это вот центральная Азия, это нечто одинаковое. Но он понимает, что тут вроде бы тоже кони, тоже горы, еда примерно такая же, только дешевле. И вот чаще всего этот человек уже потом не возвращается просто в Казахстан. Киргизы сделали умно, у них вообще двухмесячный безвизовый режим. И для где-то 60 стран. Вот, соответственно, вот эти визовые дела, они очень сильно подкрепляют развитие туризма. Ну, правила потихоньку меняются, ладно. Вот на эти 15 дней человеку вроде бы как не нужно тогда эту регистрацию делать. Но люди-то не меняются. Вот, и соответственно, что у нас происходит? Человек въезжает, ему шлепают не две печати в миграционную карту, а одну. Я, допустим, для себя, я вот прекрасно понимаю, я сейчас вообще не езжу в страны, в которые мне нужно какие-то больше телодвижения произвести, нежели там залезть на сайт и какую-нибудь электронную визу получить. А проще всего я еду туда, где мне виза не нужна, где мне в аэропорт ее шлепнут и все. И уж я точно не поеду туда, где мне нужно идти в полицию и становиться на учет для того, чтобы я там находился. Я вам говорю, что 99% туристов думают именно так же. Поэтому, ну, не в инфраструктуре дело, а вот в отношении. Опять же, пограничные зоны. У нас все наиболее интересные объекты находятся в пограничной зоне. Допустим, если в тех же самых штатах национальный парк это такая очень высокоприбыльная структура, которая за туриста борется, потому что они на эти деньги существуют, то у нас это как бы, ну да, туризм развивать надо. Я вот голову даю на осечение, что ни один национальный парк вообще бы в туризме ничего не делал, если бы их не заставляли. Барьер языковой, он вообще, я бы сказал, не существует для тех, кто хочет путешествовать. Для тех, кто хочет работать с туристами. На Кольсая, в селе Саты есть один из хозяев гостевых домов. Так вот, у него есть постоянный клиент немец. Немец не говорит ни по-русски, ни по-казахски. Так вот, они уходят там, причем по зиме, на неделю в горы вместе, там что-то где-то лазят на лошадях. Ну, то есть, это не такая уж большая проблема. И в самом деле, для того, чтобы бороться с языковой проблемой, еще в году 2008-2009, наверное, 2010, было создано специально такое пособие ВИСО, это британская волонтерская служба. Они создали пособие «Русско-казахско-английский словарь для туриста». И вот во многих гостевых домах по всему Казахстану он есть. Ты доходишь, вот, допустим, я знаю английский, я вот показываю это слово. Есть еще более универсальные решения. Lonely Plants, издательство, которое делают путеводители вообще шикарные, они как-то сделали словарь, в котором нет ни одного слова. Он на картинках построен. Причем настолько умно построен, что там можно даже какие-то беседы вести, не просто сказать «дайте мне покушать чего-нибудь». Мы вот в этом году в рамках нашего проекта Тиншанского провели интенсив-курс английского языка для хозяев гостевых домов. Сейчас посмотрим, как это получится. Ну, в общем-то, обычно хозяйки гостевых домов в сельских районах, это, ну, то есть кто захотел работать, это обычно учителя сельской школы. Плюс дети, это первые, конечно, кто начинает учить языки. Проблема в языках вообще никогда не стоит. Она может стоять, да, в каком-то менталитете. Иногда такое бывает, что если местный житель воспринимает клиента как гостя, все нормально. Ну, как только вот все переходит на, так сказать, на финансовую основу, то уже могут начаться какие-то проблемы. Такое у нас тоже было. Тут просто надо понимать, что, ну, не все люди приспособлены. Процесс оказания услуг, он вообще очень сложный. Нужно быть там и психологом, и вообще в целом любить людей. Плюс к тому, что любить свою местность, свою родину, знать свою природу. Конечно, бывают всякие такие случаи, но они везде могут случаться, когда, ну, люди хотят заработать на одном туристе сразу на год. Ну, или за один сезон сразу на всю жизнь. Такие случаи тоже бывают. И, опять же, для нас это просто сигнал, что с этими людьми работать не надо. Такие случаются, ну, как бы я не буду называть места. Спасибо, Виталия. Ну, а сейчас музыкальная пауза на радио Астана. В эфире программа «Жера Найо», ведущая Аида Баймакова, наш гость Виталий Шубтар, который представляет историко-географическое общество «Авалон» и компанию «Номадик Тревел». Виталий, скажите, пожалуйста, вот развитие экотуризма, о котором вы упоминали ранее, вот каким образом это будет способствовать развитию местного сообщества и получению определенного дохода? Экотуризм, он как раз-таки довольно игнорируемая сфера. Очень много лет в бюджетах, в планах обычно была строка там развития экологического туризма, но она всегда пересталась как нетребующее финансирование. Ну, как бы оно и так, природа она есть, вот люди есть, оно как-то само собой начнет работать. В то же время я могу сказать, что не будет привлекать интереса. Во-первых, горнолыжка в тех масштабах, которые у нас пытаются ее развить, ну, к счастью, сейчас уже не так сильно пытаются, потому что у нас конкуренты китайцы. Потом у нас очень сложно работать на тему пляжного туризма, ну, очень сложно. То есть я понимаю, что многие хотят, даже те же россияне, которые там из Сибири приезжают к нам, но у нас настолько короткий сезон, что, в общем-то, у нас на Балхаше цены такие, как будто бы, ну, ты где-то на ривьере находишься. И самое плохое, то, что местные жители тоже так считают, что ты как будто бы на ривьере находишься. Я, честно говоря, из этого даже не знаю каких-то выходов, потому что, что, в общем-то, в горнолыжке, что в пляжном туризме это очень сезонный такой бизнес. В то же время экотуризм, экотуризм это очень так широко сказано, я бы сказал, это сельский туризм, это активный туризм, это там природный туризм, это что-то связанное с такой распознавательной такой сферой, они в меньшей мере подвержены сезонности. То есть они тоже сезонные. Понятное дело, что зимой в Казахстан будет приезжать меньше народа. Просто потому, что люди не любят, когда холодно. Это, ну, как бы, понятно всем. Но в то же время есть и какие-то люди, которые и по горам хотят зимой ходить. Допустим, тех же самых, вот, там, Архаров в горах сфотографировать можно только зимой. Снежного барса сфотографировать можно зимой. Туры, которые там кулинарные, этнические, они вообще не имеют никаких ограничений. За исключением того, что у нас очень редко чистятся дороги в сельской местности, и турист может там просто на неделю застрять в какой-нибудь буран. Это довольно такой сильный риз. Кальсая, там же сейчас, получается, Саты и Курмиты, это первые органические деревни. То есть там органическое земледелие сейчас делается, ну, как бы, основой. И обычно органическое земледелие, оно становится основой для того, чтобы там появился агротуризм. Потому что туристы, которые интересуются сельской темой, сельскохозяйственной, они за границей очень-таки экологически продвинутые, им все надо эко, грин, там, все должно быть правильно и никакой химии. Виталий, скажите, вот какие проекты в предстоящем будущем планируются вашей организацией, вашими партнерами в развитии внутреннего туризма? Там будет такая сетчатая металлическая основа. Мосты будут сделаны именно такими, чтобы подъемы на них не превышали имеющихся нормативов. То есть, вообще, нормативы, это, по-моему, 12% максимально для человека в коляске, чтобы он мог подняться. Мы используем сейчас американские нормативы, потому что у нас в Казахстане, как бы, нету никаких снипов, ничего на эту тему. Вот. Будет смотровая площадка, две даже смотровые площадки на самом водопаде. Будет установлен один туалет, био, причем специальный. Потом будут места для отдыха оборудованные. Потому что, опять же, у нас очень часто места для отдыха, они сделаны так, что человек на коляске к ним не подъедет. То есть, это какие-нибудь беседки с крышей, там, стоят скамейки. А человек на коляске, он туда просто не может вовнутрь пробраться. Тут, опять же, нужно делать так, чтобы это был какой-то навес, он мог туда заехать, и вот тебе столик, все это есть. И, в самом деле, тут мы делаем это вроде бы как для людей с ограниченными возможностями. А по факту, тропа станет удобнее и для детей, и вообще для любого нормального туриста, который просто хочет пойти в горы. Спасибо вам, Виталий. Время нашей программы подходит к концу. Ведущая проекта Айда Баймакова. В гостях у меня был представитель историко-географического общества «Авалон» и компании «Номадик Тревел» Виталий Шухтар. До новых встреч в эфире. Секреты фермерского успеха, перспективы развития аграрного сектора Казахстана в программе «ЖЕР-АНА» на радио «Астана». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова